Два апатийских общеобразовательных учреждения стали победителями губернаторской программы «Арктическая школа» и получили по 5 миллионов рублей на реализацию своих проектов. Что изменится благодаря выигранным грантам в школах номер 3 и номер 10, узнала Екатерина Титла. В школе номер 3 благодаря победе в грантовом конкурсе обновится столовая. Это не просто помещение, где завтракают и обедают ученики. Просторное пространство совмещено с актовым залом, поэтому здесь проходят линейки и концерты. Выступления школьного театра и другие мероприятия. А после ремонта, который предусматривает разграничение зон приема пищи и проведения мероприятий, здесь будет собираться и литературный клуб. Изменится цвет стен, появится новая мебель, преобразится сцена. Освещение продумаем новое на сцене. Но постараемся сделать, чтобы те вечера, которые проходили здесь, и те мероприятия общешкольного и городского масштаба, они выглядели более эстетично, комфортно и удобно. Каким должно быть обновленное помещение? Этот вопрос обсуждали всей школой. Спрашивали мнения учеников, родителей и педагогического состава. В итоге получился уникальный проект, который получил одобрение на уровне региона. Учитывались пожелания детей, мы проводили опросы, мы рисовали с маленькими и с большими ребятами. Ну и потом все это компоновали, и получился наш проект что-то более яркое получилось, чем у нас сейчас. Еще один победитель грантового конкурса, который инициирован губернатором Мурманской области Андреем Чебесом, апатитская школа номер 10. Она тоже получит 5 миллионов рублей, но уже на ремонт спортивного зала. Каким он станет, здесь также решали сообща. В спортивном зале очень важно покрытие. Это будут новые современные стены, это будет новый потолок. Ну и, конечно, ребята отдельно просили новое оборудование. Поэтому это будут и мячи, и скакалки, и прочее. Мы выбрали яркие цвета в своем дизайне. Мы продумали, каким мы хотим видеть покрытие. И почти что все пожелания были учтены. Развитию физической культуры в 10-й школе уделяют большое внимание. Здесь даже на каникулах тренируется школьный спортивный клуб. Его воспитанники успешно выступают на соревнованиях по волейболу, баскетболу, футболу и другим видам спорта. В 2023 году мы заняли второе место в Кубке губернатора Мурманской области на зональном этапе. В муниципальном этапе мы выиграли всех. И благодаря таким наградам у нас появляется огромное желание и стимул по написанию таких проектов и реконструкции нашего спортивного зала. В прошлом году я получила третий юношеский разряд по волейболу. Тренировки проходят в нашем спортзале, в котором давно не было ремонта. И хотелось бы видеть новое спортивное обновленное пространство. Мы часто проводим мероприятия для младших школьников, например, такие как «Веселые старты», «Мама, папа, я, веселая семья». Конечно, для этого необходимо обновить школьное спортивное пространство. Ремонт в школах участников проекта начнется летом, во время каникул. И к началу нового учебного года школьные пространства встретят ребят преображенными, современными и комфортными. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова